На Сомова 5 мы были два года назад. Два года назад мы снимали сюжет. С тех пор ситуация изменилась. Здесь сменились три управляющие компании, а коммунальные услуги стали только хуже. Про дырявую крышу знают все жители верхних этажей. Дом 50-х годов. Ремонта не было со дня основания. Течет и в подъездах, и в квартирах. Люстру пришлось снять, потому что все искрило. Просто уже все сыпется, уже все прям на голову. Вот не знаем, что делать теперь. Самая важная информация для жителей этого дома – прогноз погоды. Осадки и потепления для них хуже обвала рубля или пандемии. Это же плесень у вас на потолке. Да тут чего только нет. Вот это так течет. Здесь ведро подставляют тряпка. Здесь только к соседям не утекло тряпки. Если два года назад текло только сверху, то теперь еще и снизу. Подвал заполнен водой. Так как дом находится в небольшой низине, то вся вода при таянии этого снега весной, она вся приходит у нас сюда в подвал. То есть она достигает глубины где-то до метра бывает. Из-за обилия влаги появились комары. Они, естественно, оплодятся, вылетают и начинают нас потихоньку жрать. К этим бедам добавился сломанный бойлер. Люди на Сомова пять, без горячей воды пять месяцев. Собрана стопка документов. А здесь, я вам хочу сказать, все начинается 2009 годом. Это техдом. Был наш дом. Да. Не хватает еще двух дома. Сейчас управляющая компания «Вентэнергострой». Бойлер обещает запустить 25 марта. Но про затопленный подвал она не в курсе. Когда будет откачана вода из подвала? А вот какие-то заявки у нас не поступали. Заявки не поступали. А не поступали? Конечно. У нас даже в письменном виде есть. В доме создана инициативная группа. Она побывала в прокуратуре, ГЖИ, администрации городской и областной. Обращение на телевидение. Еще одна попытка выбраться из коммунального ада. Мария Фрейман, Илья Бояркин, ТВ21. За комментариями касательно данной ситуации мы обратились в компанию «Вентэнергострой». И вот что нам пояснили. Подвал затоплен водой из-за неисправности бойлера. Компания его отремонтирует крайний срок до 27 марта. Крышу от снега специалисты чистят регулярно, но она требует капитального ремонта. Поэтому в ближайшее время в доме будет проведено собрание собственников жилья. На нем будет подниматься вопрос об уходе от регионального оператора и перечислении взносов за капитальный ремонт на специальный счет дома.